Приветствую коллеги от аналитиков валютных рынков и торговой идеи от компании Тикмилл и с вами я Артур Эдзиатур. Ну что ж, понедельник у нас начался хорошо, мы видим, что фондовые рынки у нас торгуются в плюсе. По фьючерсам на американский индекс мы видим положительную динамику, они у нас приблизились к новым историческим максимумам. Максимум был по СП500, это уровень 3900 пунктов, там практически плюс-минус. По европейским рынкам также мы видим сегодня зеленую динамику, торгуются они в плюсе. Собственно мы обсуждали, я напомню, этот момент на прошлой неделе. Тогда я писал о том, что СП500 готовится у нас к новым максимумам. Собственно для этого поступил ряд новостей, которые упростили движение рынка в этом направлении. Ну я напомню, да, если кратко. Значит у нас по вакцинам улучшились ожидания по поводу того, как у нас проходят темпы вакцинации. По США у нас значительно ускорилось вакцинирование, что собственно приблизило конец вот этого формирования коллективного иммунитета. Когда уже наконец они смогут раз и навсегда снять вот эти локдауны, чтобы экономика снова запустилась. Второй момент. Это у нас был резкий переток, заметный переток так называемой акции, которые зависят от колебаний делого цикла. На английском он называется Cyclicals. Значит последние дни на прочей неделе их динамика, их рост на рынке, он начал опережать акции защитные и акции другого из других категорий. Все говорит о том, что инвесторы все больше и больше присматриваются к акциям, которые компаниям, которые хорошо себя показывают, у которых растет выручка во фазе подъема делового цикла. Они сейчас притягивают, служат магнитом среди инвесторов, туда льется капитал, денежные средства, они сейчас очень хорошо растут. Это говорит об этих ожиданиях, об ожиданиях подъема. Следующий момент. У нас вышла отчетность Google и Amazon. Я напомню, там отличные результаты они показали, видите, компании. Amazon выросли продажи на 44%. Это в год, когда считалось, что это самый сильный шок потребления с Великой Депрессии. А нет, видим, что у нас по Amazon такие прекрасные цифры. 2 февраля они осчитались, и там был рост продаж в 44%. Все с потреблением нормально, не ушли потребители в экономию, они готовы потреблять. Поэтому будут у нас новые гострансферты, раздачи денежных средств людям. Они будут также направлять их в потребление, что, собственно, будет разгонять экономику. По пятничному событию, в прошлую пятницу, я напомню, у нас произошло следующее. Значит, в Сенате одобрили бюджетный план, который, ну, на 2021 год, который лишил республиканцев любой возможности абстракционизма по новому пакету вот этому стимулированию. То есть, будут республиканцы сопротивляться, не будут они сопротивляться, что демократы захотят, какой пакет стимулов, такой они и примут. Почему это стало возможным? Значит, большинство у нас законопроектов, законотворческая деятельность, по которой голосуют у нас в Сенате, они принимаются только если проголосовало по крайней мере 60 сенаторов из 100, тогда этот пакет принимается. Собственно, если у нас не выходит 60 голосов, если у нас этого не получается, то обычно что происходит? Обсуждение законопроектов затягивается различными способами, оттягивается, и это можно делать бесконечно. То есть, получается, что если не набирается 60 голосов, нет по сути лимита того, сколько должна длиться дискуссия по законопроекту, и он должен приниматься или нет. Только лишь в отдельных случаях позволяет форсировать события и привести к тому, что по законопроекту требуется уже не 60 голосов, а большое большинство, то есть 51 голос. То есть, по отдельным законопроектам, которые касаются, в частности, одобрения бюджета. Собственно, в пятницу бы именно такой вот случай произошел. Смогли они, собственно, принять бюджетный план, который предусматривает возможность, что по новому пакету стимулов уже нам, получается, потребуется не 60 голосов, а 51 в Сенате. И я напомню, что у нас демократы-сенаты, демократы-республиканцы разделились на поровну по 50 мест, но право решающего голоса у нас за вице-президентом Камалы Харрис, Которая, собственно, является представителем демократов, и она будет, естественно, склонна принимать решения, склонять все, любое голосование, которое выгодно демократам, ну, в пользу демократов. Да, она будет голосовать демократов. Собственно, это тот случай, когда вот, по сути, у нас у республиканцев есть 50 мест, но они абсолютно бессильны. А сейчас по вот этому новому пакету стимулов они не смогут никак противостоять. И демократы, они, скорее всего, смогут принять вот этот пакет стимулов в 1,9 триллиона долларов, которые предложила администрация Байдена, из которых львиная доля пойдет в руки гражданам, домохозяйствам, которые, естественно, это будут тратить и так далее. Собственно, эта новость, она вызвала бурную реакцию на фондовых рынках. Мы видим вот такую вот динамику во фьючерсах на индексах 500. С легкостью он достиг уровня 3900, как мы, собственно, обсуждали с вами на прошлой неделе. Пока у нас рынки празднуют, будем так говорить, очередную победу, они у нас хорошо растут. Тут различные экономисты, причем совершенно разные экономисты, которые топят и за то, чтобы правительство помогало в кризис, наращивало госрасходы, и за тех, кто не любит, и которые говорят, что нет долга правительства наращивать плохо, нужно обходиться какими-то другими способами. Как те, так и другие экономисты, они сейчас бьют тревогу. Почему? Потому что консенсус постепенно начинает формироваться, что стимулирование в данный момент в размере почти 2 триллионов долларов, когда экономика и так более-менее нормально восстанавливается, она может чрезмерно разогнать экономическую активность, и это нанесет вред, потому что это может вызвать скачок в инфляции. Если мы посмотрим, что у нас сейчас уже происходит с потребительской инфляцией, что у нас происходит с инфляцией на сырьевые товары, то вот тут есть у нас такой график, Bloomberg вычисляет некоторый индекс цен на сырьевые товары. Это у нас синяя кривая. И, собственно, у нас еще также здесь представлен индекс потребительских цен в США, это красная кривая в годовой изменении. Собственно, видно, что у нас эти два графика следуют друг за другом. То есть, когда у нас в целом растет стоимость сырья, то потребительская инфляция склонна следовать за ростом цен именно на сырье. Ну почему? Потому что, понятное дело, да, как бы тут не нужно никаких особых размышлений, да, изощренных. Растут цены на сырье, растут издерживающие компании, компании вынуждены повышать цены. Собственно, поэтому у нас предвосхищает рост потребительской инфляции именно инфляция цен на сырье, собственно, мы это видим. И что можно заметить? Вот у нас последние данные показывают, что ускорился у нас, получается, рост цен на сырье за год он прибавил почти 25%. То есть, вот индекс, некоторая корзина из сырьевых товаров, да, рост цены составил за год 25%. И вот исходя из корреляции в этих двух индикаторах, этих двух показателей, да, если мы рассчитаем значение корреляции, оно вот составляет тут 0,79. Максимум 1 единиц, вы, наверное, знаете. Собственно, очень высокая корреляция между этими двумя показателями, и это нам говорит о том, что при таком росте цен на сырьевые товары у нас потребительская инфляция в США должна примерно достичь 4% в этом году. То есть, исходя из вот этого графика. Почему? Опять же, потому что растут цены на сырье, у компании растут издержки, и, собственно, они вынуждены повышать цены на конечные товары и услуги. Естественно, да, можно как бы возразить, что у нас есть инфляция вызывается не только ростом издержек, но и потребительским спросом. Если потребительский спрос, ну, не тянет просто, да, не может он вытянуть, получается, рост цен, то компании не смогут просто, получается, повышать цены, рассчитывая, что, ну, несмотря даже на то, что у них растут издержки. Не смогут. Почему? Потому что, понятное дело, да, товары никто не покупает в случае рецессии или в случае начальных этапов после рецессии. И, понятное дело, как бы повышая, не повышая цены, спрос, ну, не восстанавливается, да, нужно дождаться восстановления спроса. Собственно, поэтому у нас, да, есть вот эта зависимость, но следование потребительской инфляции за ценами на сырье ограничивает как раз-таки возможность потребительского спроса поддерживать эту тенденцию. Но нужно заметить, что в 2020 году у нас восстановление после вот этого кризиса пандемического, оно было достаточно быстрым, оно достаточно быстро сейчас происходит. И второй момент, правительство у нас США намерено напрямую воздействовать на потребительский спрос, правильно, путем раздачи денег, на потребительские расходы, точнее, да, вот этих посредством гострансфертов. И это вот, вот этот момент, вот эта тенденция, вот это решение правительства вот именно так воздействовать, оно как раз-таки может убрать вот этот барьер для инфляции и сдержек, да, потому что потребительский спрос растет, и все, инфляция и сдержек нет барьера в виде слова потребительского спроса. Из-за этого инфляция может ускориться. Ну, в общем, итог всей этой истории такой, да, за вот этими рассуждениями кроется следующее. Вот в плане практической ценности для рынков это рост инфляционных ожиданий, рост инфляции, собственно, это можно заметить из следующего графика. Давайте мы с вами посмотрим, это у нас спред между 10-летними и 2-летними облигациями. Можно вот видеть, что он у нас достиг, получается, с апреля, с апреля 2000, какого, 2017 года, да, получается, максимальное значение с апреля 2017 года. Когда у нас этот спред растет, это означает, что рынок ожидает усиления инфляции. Собственно, из-за этих рассуждений, да, которые я сейчас, собственно, привел, можно говорить о том, что рынок у нас ожидает ускорения инфляции. И, собственно, поэтому, когда у нас вот здесь по вот этому новому фискальному стимулированию стало более-менее все понятно, произошел еще один вот такой подъем, еще один скачок вот в этом спреде. Это говорит о том, что произошло еще, рынок еще раз пересмотрел свои ожидания по инфляции в сторону вот ускорения инфляции в США. Это вот нужно иметь в виду, когда мы вот говорим сейчас о том, какие же у нас есть последствия от нового фискального стимулирования, это ускорение потребительской инфляции. Естественно, это приводит к тому, что у нас дальние банды проседают в цене, фондовый рынок растет, потому что если средства деньги обесцениваются, да, более высоким темпом, то нужно как бы это компенсировать тем, чтобы получать, собственно, доходность, искать доходность. Поэтому это еще раз стимулирует участников рынка переходить, да, перетекать в доходные активы, в том числе на фондовый рынок. Однако, вот у нас есть вроде бы инфляционные ожидания, да, угроза инфляции от вот этой фискальной, нового фискального стимулирования. Но вот на выходных у нас выступала Джанет Йеллен, возможно, следили за ее выступлением, за ее речью, и, собственно, она заявила, что она видит, что потери для экономики будут больше, если будет мало стимулирование использовано, то есть недостимулирует, если получается, экономику, и если это сделают поздно. То есть она выразила четко свою позицию, что она является сторонником именно решительного вмешательства правительства в экономику посредством вот этих фискальных стимулов и как бы дала понять, что она все будет делать необходимое для этого. По поводу роста угрозы инфляции, она заявила, что нет, как бы у Центрального банка есть все инструменты для контроля инфляции, поэтому это не проблема. Не нужно сейчас этот момент, момент инфляции, как бы делать непреодолимым барьером, получается, для плана стимулирования Байдена. Она считает также, что если правительство объявит и содобрит объявленные стимулы, экономика уже восстановит утерянные рабочие места к концу 2022 года. То есть вот так вот быстро это все произойдет. Собственно, меры поддержки, естественно, как я уже сказал, подогревают у нас аппетит рынков, инвесторов к риску. У нас прошлые раунды стимулировали за 2020 год, я напомню, они нам показали, что потребитель у нас не успел в США забеспокоиться о том, что у него доходы упадут, уйти как-то в экономию. Когда у нас правительство начало раздачу денег, никто не думал, чтобы как-то пытаться увеличить сбережения свои, они все это направили на потребление. И, собственно, следующее стимулирование, оно, скорее всего, также будет большая часть денег, которые раздало правительство, оно вновь, вновь, получается, уйдет в экономику, люди будут потреблять. Естественно, это увеличит выручку компаний, того же самого Amazon, получается, да и других компаний, которые, собственно, растут во фазе подъема делового цикла. Собственно, поэтому сейчас эти компании и растут, потому что ожидается, что увеличенное потребление, скачок в потреблении, да, которое произойдет от нового фискального стимулирования, он выразится в том, что увеличится выручка у этих компаний. Вот, собственно, и следующий момент у нас по налоговым рискам, да, у нас, когда демократы пришли к власти, они у нас, я напомню, у них была такая программа, что они увеличат налоги на корпорации, на богатых и так далее. И вот по прошествии некоторого времени сейчас их риторика концентрируется всецело на том, чтобы вот влить денег в экономику, чтобы занять, чтобы правительство заняло и влило деньги в экономику. Пока никто о налогах не говорит, складывается впечатление, что они откладывают вот эту риторику, да, вот эти проекты все по налогам в долгий ящик, они ждут, пока экономика встанет на ноги, и тогда они уже будут говорить о повышении налогов для корпораций, для богатых и так далее, да, что является негативным символом для рынка. У нас вначале была негативная реакция, проскочило пару комментариев, но вот, как я уже сказал, риски по налоговой теме, они не материализовались, собственно, поэтому у нас от демократов сейчас для рынков происходят только положительные сигналы, которые вот связаны с вот этими стимулами. Поэтому я как бы рассчитываю, что у нас дальше по S500 продолжится вот это движение. Мы уже, получается, отыграли вот здесь коррекцию, да, я указывал на уровень 3650, как некоторую отправную точку, плацдарм для роста, собственно, мы вот двинулись вот здесь всецело на ожиданиях нового стимулирования, и пока вот эта риторика развивается сейчас, развивается это обсуждение, да, нет никаких абсолютных препятствий для рынков, чтобы дальше не идти вверх. Это все, о чем я вам сегодня хотел рассказать. Если вы составляете какие-то вопросы или комментарии, вы можете задать их под видео. Не забудьте поставить лайк, если вам это видео понравилось. На этом у меня все. Всего доброго. Торгуйте профит. Продолжение следует...